В рашистском спецназе, который почему-то не пережил молниеносную специальную военную операцию и почти весь демилитаризовался прямо в черные мусорные пакеты, давно уже было принято вместо слова «последний» говорить «крайний». Подобная безграмотность даже перекочевала в наши ВСУ вместе с терминами «двухсотый» и «трехсотый». Хотя сейчас наши парни все больше говорят не «двухсотый», а «на щите», что соответствует традиции воинов древнего Киева, когда они возвращались с поля боя или со щитом, или на щите. Так вот, моя статья неделю назад возбудила несколько категорий комментаторов, особенно в Ютубе. Первая категория – рашисты с полусвастикой «З» в мозгу вместо извилин. Тут разбираться не в чем. Ярче всего по поводу этой публики сказал мой знакомый снайпер Мэкола еще в 2016. До 2014 года я постоянно спорил с московитами в разных соцсетях, пытался им доказать, что Россия не является СССР и не имеет права указывать, как и кому жить. А после 2014 я купил снайперскую винтовку для разговора с оккупантами. Оптимистично надеюсь, что после 24.02.2022 большинство украинцев поняли, что разговаривать с оккупантами абсолютно бесполезно и надо покупать оружие. Вторая категория – добровольные помощники товарища майора. Бдительные граждане, строго следящие за режимом секретности в государстве, выражают глубокую озабоченность по поводу разглашения мной в моей прошлой статье секретных и совершенно секретных сведений. Но эти граждане просто перепутали страну. Это наразея. Секретной информацией является даже размер дырки в выгребной яме. А в Украине к людям не относятся как к мусору и не говорят, что все в ВСУ секретно и не их ума дело. Наши коллеги из Украины и других стран, дающие свои деньги в помощь ВСУ, должны знать жизнь нашей армии и гордиться ей. И предъявлять мне претензии о разглашении страшной военной тайны может только Бонифаций и его командиры. К сведению бдительных товарищей чекиздов, до сегодня претензий от Бонифация мне не поступало. Третья категория – наши коллеги, сомневающиеся в правдивости моего рассказа или выражающие сожаление, что не во всех подразделениях такое. Вот тут к таким комментариям я отношусь с полным пониманием. И у меня есть что поднаписать. Насчет сомнений. Я описывал то, что видел. Подразделение Бонифация, как и вся его часть, непростое. Я не могу сказать, что подразделение элитное. Вообще слово элита иностранное, французское. И во времена совка это слово использовалось для обозначения особо выведенной породы. Именно поэтому слово элита хорошо подходит к большинству Верховной Рады Украины, ОПЕ, КМУ, ДБР и другим структурам ЗЕ. Поэтому назову подразделение Бонифация особенным, непростым. И командиры, и весь состав там немобилизованные, а добровольцы-контрактники, прошедшие отбор и проверку, включая полиграф. И оружием их снабжают лучше, чем ТРО и даже некоторые бригады ВСУ. А вот про другое, вещевое, транспорт, трофеи, связь, расскажу. И расскажу, почему в других подразделениях нет того, что есть у осьминогов. Каждый, кто сталкивается с различными подразделениями, непроизвольно сравнивает их и делает вывод. «Наш Сэндмен, новозеландский снайпер, профи, у которого это уже пятая или шестая война, сказал мне, что худшего обеспечения бойцов со стороны державы он еще не видел. Он не жаловался, просто констатировал факт. Шейх мне рассказывал, что бойцы соседнего бата к ним приходили просить боекомплект. Не еду, не одежду со снарягой, а патроны, гранаты и мины к минометам. К сожалению, моему великому. Потому что Резников, потому что Ярмак, президент там работает, потому что 73%, а не везде 73%. И если в ВСУ их где-то 50%, потому что слуги народа не стремятся в ВСУ, то в Минобороны, КМУ и ОПЕ 95% минимум. Поэтому и волонтеры с языком на плече. Вы думаете, Бонифацию все выдают по первому классу? Как бы не так, Бонифаций все выгрызает у толовиков зубами и когтями и не всегда успешно. Бонифаций сам постоянно ведет блог и собирает деньги на своих ребят. И лайков под его постами сотня, а иногда и тысяча. Вот один из таких. У Бонифация связи с волонтерами и ветеранами как в Украине, так и в других странах. И эти волонтеры и ветераны тоже понемногу помогают Бонифацию. Из этих ручейков получаются фонды, из которых восстанавливается трофейная броня. И мы являемся существенной частью этих фондов. Кира размещает вышлист на Амазоне и других торговых площадках. Что это такое? Кира постит потребности подразделения в одежде, экипировке, медицине, например, на Амазон. Люди, простые американцы, покупают за свои деньги эти необходимые вещи и вещи поступают на склад этого списка. А потом какая-то волонтерская организация или волонтеры все это затаскивают в Украину. Так Кира и Бонифаций одевают и экипируют своих осьминогов. Это не только форма, флиски, носки и обувь. Это плитоноски, плиты, разгрузки, каски, кобуры, ремни и даже иногда оптика. То есть все, что не оружие и боеприпасы. Конечно, не все получается и всего не всегда хватает. Но под лежачего офицера шампанское не течет. И поэтому они не лежат, а двигаются, зная, что Резников все пролюбит, но Зе не подведет. А еще волонтеры создали много чатов и форумов, где обмениваются информацией и помощью. Я, например, подключен к чату Ukrainian Army Help, который создали Сергей Ауслендер и евреи из США. Чат создавался для помощи пилотам дронов с Днепра. Помните наш проект? Мы тогда собирали деньги на бус для пилотов и успешно решили задачу. Сейчас чат насчитывает уже сотни участников. В чате очень много волонтеров из США и ЕС, которые постоянно собирают деньги, что-то закупают и отправляют в Украину. В чат приходят люди с проблемами и проблемы реально решаются. Я особенно там не активничаю, но слежу. Одежда, обувь, снаряга, каски, броники, разгрузки, оптика, тепло и ночное видение, лекарства, помощь детям и старикам в зоне БД, корм для приютов животных, десятки решенных проблем. И это только один чат. И реакция на запрос идет мгновенно, в течение часа. Я не говорю, что эта система правильная. Это полный идиотизм, когда евреи из США заботятся о ВСУ больше, чем резников. Причем евреи из США не выбирали Зе с Коломойским, которые привели в кабинеты этот Зеверинец из кротов и яйцекладов. Но такова реальность. И я, и не только я, буду всю жизнь благодарить этих неравнодушных людей, спасающих жизни наших парней на передке. Не ждите, что что-то изменится. Шевелитесь. Не надейтесь на Резникова. И тогда вашим бойцам тоже будет завидовать соседний батальон. Кстати, подобное шевеление очень помогает осознавать свои силы и возможности, ошибочность предыдущего выбора и желание в будущем сделать правильный выбор. Поэтому ненужный совет всем, кому кажется, что мир несправедлив. Ищите возможности keep smile и хвост пистолетом. А волонтерская истина гласит, что под лежачего волонтера деньги тоже не текут. Передаю всем коллегам самую могучую и искреннюю благодарность от Бонифация. За неделю собрали на три турели для браунингов 50-го калибра и запчасти для трех Хамви минометной группы. Общая сумма 165 тысяч. Турели работаются, запчасти Хамви заказаны и едут. Эскиз турелей. Наш подшефный снайпер Сэндмен поставил рекорд, превратил орка в хорошего русского на расстоянии 1632 метра. Зафиксировано и подтверждено. Сейчас Сэндмен занимает 14 место в списке самых дальних зарегистрированных случаев удачной боевой работы снайперов среди всех калибров. А вот в калибре 338 Лапуа Магнум Сэндмен занимает 4 место. Мы работаем с правильными парнями. Прибыла тепловизионная насадка Лемке Мерлин 50 в комплекте с адаптером, батареями и зарядником. И сразу же отправил под Авдеевку снайперу Бати вместе с маскировочным плащом Кикиморой. Наш коллега Андрей прислал еще одну посылку с полезными вещами. Хорошие пауэрбанки, консервы, энергетические батончики, носки, куртка. Посылка сразу же уехала в 128-ю штурмовую бригаду на северо-восток. И вот вам вдохновляющее видео, как Ирця с Ковалем крутят себе и по братимам крафтовые патроны калибра 338 Лапуа Магнум из комплектующих, что мы купили. Добрый день, пане Ирю. Тут у нас как раз рабочий процесс в розпаде. Ось 50 уже с посадленными кульками. Я как раз доважаю еще один крайний 50-й. Эти сейчас пойдут на пресс, да. Так, и ось тут как раз все по красоте, как я говорю. Это происходит именно сейчас. Ось все. Дуже вам дякуємо, що це вся красота. Завдяки вам. І цей. І ми маємо з чим працювати. Уж очень они довольны. Их крафтовый боеприпас летит с кучностью 0,3 МОА и с разбросом скоростью в 7 метров в секунду. При начальной скорости 850 метров в секунду. Это очень круто. А главное, продуктивно. Работаем до полной нашей победы. Реквизиты для помощи ВСУ по ссылке под этим роликом. Реквизиты для помощи ВСУ по ссылке под этим роликом.